Тут брат один вышел на меня, Игнатий Тихонович. Большой поклон вам передает. Хорошо. В храме прям поймал. А он верующий? Верующий, бороду не трогает. Ну вот такие нам нужные. Хороший. Хорошо. Николая прям в храме поймал. Вот это да. В храме поймал и много доброго сказал. Говорит, смотрит беседы. Смотрит беседы. Жена, говорит, у меня некрещеная хочет принять крещение. Гирилу Сахарова уходили они. Говорит, Евангелие хочу раздавать и все такое прочее. Я, говорит, жена не жалуется, но с улыбкой. Он просыпается и у него уже включенный канал Игнатия. Включенный. Я говорю, ну так всяким словом Божьим будет жив человек. Поэтому хорошо, правильно все делает. Я не выключаю, потому что мне сказали, если выключать, да потом разогревать, он быстрее портится. Компьютер? Да. Ну это специалисты, если сказали, там у вас специалисты такие, что вообще... Я с ними познакомился, я... Они просто все понимают на уровне там самого железа уже там. Вообще мощные специалисты. Виктор Петеримов. Потом, кто там еще? Алексей Загуляев. Да, он всю жизнь работает как программистом. В больших, крупных организациях. Государственных. А Гавриил, а у Гавриила очень сильное логическое мышление. Очень сильное. Да он, кажется, два диплома имеет. Да. Это Игнатий Тихонович, мы хотели спросить у вас. А вы, вот мы беседовали вчера, или это... А, это позавчера уже было, получается. С сестрами. И вы даже на одной беседе присутствовали. А потом я еще беседовал с Рахиль. И тоже с сестрами Елену. Елена и Наталья. И мы... Вы посмотрели эти беседы? Посмотрел от корки до корки. Не пропустил ни одной минуты. Вот так вот, мы вот с братом хотели к вам... По этому поводу задать вопрос. Вот вы просмотрели. Вы можете сказать, в чем причина вот этого всего? Вот этого... Конфликт не назовешь. Ну, общий язык не нашли. Обиды какие-то пошли. И что не так было сделано? Как можно было по-другому может поступить? Что мы не так сделали? И мне бы хотелось от вас услышать. Как вы видите всю эту ситуацию? Вот мы сестер не пригласили. Мы просто обсуждаем их сейчас отдельно. Вот как братья. Ну, сказать нельзя. Слух расскажите. Предотвратить, может быть, подпишись. Подпишись. Давай, обидите еще. Вспомнишь, как Федор Карамазов говорил отец Ивана. Русского мужика драть надо. На площади. А то они люди недавленные. И поэтому такое у них ничего там нету. Ну, один-то со мной рядом. Разговорный человек был. Вы правильно сказали. Нерожденный от Бога делать это не может. Так. Другая сразу мне написала. Вы не верьте, что я говорила то-то, то о вас со слезами. Ну, я скинул только вот эти преграды. 148 преград к тому, чтобы не стать таким. Там места писания. Все. Ну и все. Один-то и заходил, она и так всегда с нами. Там ничего нету. Совсем. Даже разговоры не о чем вести. Ни у кого ничего не отняли. Никак. А это опыта нет. За одного битого, двух небитых дают. А раз они недавленные небитые, маленькое слово, они уже. Зачем ты отвечала? Я начинаю говорить. Ну, ты не должна была говорить. Ну, смотри, я перед тобой стою. Ты видишь меня? Вижу. Ну, теперь я уже могу сказать. Около двадцати тысяч я заблокировал. Тысяч. Который с угрозами что? И ни одному не ответил ни разу. Я вижу, он гадит. Я его за шиворот и выкинул. И все. Еще же буду разговаривать с ними. А притом это дает тебе опыт. Я гляжу, которые братья иногда рассуждают. Нигде они не были, не знают. Когда тебя возьмут, будешь ты в другой обстановке, ты прикинь на это, что ты будешь говорить. И против тебя не один-двое, а по очереди тебя будут тискать. И днем, и ночью. И тогда ты вот это вспомнишь и скажешь, какой же я был. Меня как-то по этапу везли. Я увидел там где-то в ограде. Мужик что-то видно, что подсолнухи светут. И мужик с бабой не ладит-то. Слеза прошли. Думаешь, миленький, да что же вы делаете-то? Да дома-то, да на своей земле. Да родные и близкие рядом. Да разве можно это? Ну конечно, большая вина мужчин. Эти, которые спорили, все они самостоятельные. Все трое. Нигде нету того, чтобы муж, слово его было твердое, наставительное, спасительное. Ни у одной нету. Нигде нету. И поэтому вот так, такая легкость мышления. Я вот сказал сегодня одной тут, она здешняя. Я говорю, ну еще выиграла. Сколько раз я тебе говорил, милая моя. Ни одного слова не говори. Улыбнись и в сторонку. Тебе больше ничего не надо. От нас не убудет. Если что-то не так. А если не так, совсем не так. Награда в руках. Чем больше они летуют, тем больше. Потому что ни за одно блаженство, нет радости. Как здесь говорят. Радуйтесь и веселитесь. И велика ваша награда. И не здесь, а на небесах. И в вечности. Да как мы можем это отталкивать от себя? А он сказал. Ну сказал, наплевать да забыть. Он не мешает тебе встреча благовестия? Мешает. Я больше с ним разговаривать не буду. И на этом конец. Все. Я ничего не делаю. Только молюсь. А разговаривать не о чем. Почему? Потому что он нахал и хам. Вот который материал я издал. А вот Николай-то и говорит. Его как-то надо издать на голоса. Кому-то по... Там не семь. Там на пункте четыре, кажется, семь только подпунктов. Надо посмотреть. Там больше будет. И тогда, чтобы люди прониклись этим. Хорошую мысль подал. Всех, которые отозвались, там и пятидесятники, и кого только не было у меня за ночь. Всем очень сильно понравилось. И все говорят, что дальше будем изучать. А там что изучать? Если ты не такой, какой требуется, тогда ты будешь считать и счастать себя будешь. А когда так, как написано, ты только будешь считать и Бога благодарить. Я бы сказал, если сейчас вот мы с ними... Я бы говорить даже не стал. Я как-то жене ей говорю. Гляжу, там раз, другой она начинает это проявлять права. Я говорю, давай так, сегодня я тебя слушаюсь. Она в ужас пришла от этого. Я буду все выполнять, что ты скажешь. Я просто хочу показать тебе, как надо поступать. Ни под каким видом не соглашается. А почему? Да ты сразу увидишь, что у тебя один изъян. Притом верующие мужья не дрочливые, не ругаются. И вы еще начинаете, как говорят, права какие-то качать. Какие у тебя права одни? Только молчать. Если он муж-то. Увеличить от славы его. Как у японцев. Главное ей выйти замуж. А дальше сделать все по возрастающей. Какой бы он ни был дундук. Заботиться, чтобы была хорошая должность, хорошая работа, хороший заработок, хорошая молва. Задача японки поддерживать его. Как они это могли дойти до этого? А это нет. Принародно, при мужа. Она будет костырять тебя. Знает, что здесь не мусульманство. Сползет с нее. Вот у нас бывает, когда женщина не слушается. Я говорю, пожелание тебе. Все-таки переехать на год в какой-то аул в Чечню. И сразу написать, что требуется. Они тебя сделают другой. Они тебя заставят ходить по одной плашке. И шататься не будешь. Я говорил, как одна пожаловалась на мужа. Переехали в Казахстан. Написала на него заявление. Он ее там поколотил, что ли, маленькое. Который там дежурный-то был. Ее выслушал. Все хорошо принято. Не отказываешься, что написала? Нет. Вот смотрите, дело я подшиваю. Я завтра передаю дело в суд. Ему меньше пяти лет не дадут. Как она взыграла? Перестать. Мне больше заниматься не, чем ваши бумажки перебирать. Так, отвезти ее в подвал. Ее в подвал. Не давайте ни пить, ни есть. Когда стал с ней разговаривать, а она дрожит, как осиновый лист. Ты написала правильно. Нет. Значит так. Заклеветул на мужа. Дело на тебя изготовлено. Я передаю в суд. Она не знает, на какую сторону кинуться. И холодно, и жжет. Так отпустила. Она, наверное, земли не доставала, до дома летела. Еще одна жалоба. И я не выпущу тебя уже никогда отсюда. Такого мужа, который кормит столько у тебя детей, и ты ищешь. Я-то он обязан тобой командовать. Все кончилось. Я слежу за такими событиями. Вот и все. Я тут все слушал, останавливался. Брат, который с ними был, остался долго, беседовал. Все отвечает правильно. Ни одной ошибки не сделал. Обнимаю, а целую этого брата. Ну, эти мужья, получается, что они... Вот часто муж бывает даже неверующий, но он все равно жену держит в порядке. Он на место ставит и вразумляет ее. А тут, получается, что не было этого. Просто мужчину не встретили. И поэтому такое вот следствие. Неизвительно слова находят, говорят. А кажется, ты молиться-то станешь. Самое главное. Чтобы обращались с женами. Говорят кротко. Благоразумно. Дабы не было препятствий в молитвах. Дабы не было. Вот человек сходил и за собой не зарыл. Дабы сходил. Почему? Посреди тебя ходит Господь. Вот это-то, когда нету, тогда все и... Лезет оттуда. В очах Господа как это будет выглядеть? Это Бог установил. Ты противишься не мне, а Богу. Между вами вот это вообще не должно быть. Ты не имеешь права без меня разговаривать с нею. А ты смотри, какие слова кинула. Я тут, которая близко, рядом, так что работаю. У кого ближе, кто из этих находится, там работаете. Самое главное-то, вот я общался и говорю. Ничего нету там. Греха никакой ни одна не сотворила. То есть обсуждать нечего. А вот начинает сразу говорить. А я знаю, я чувствую, что она там вот это думала. Она вот это имела в виду. Я думаю, я чувствую. Вот это чувствую, думаю. Когда мы о братьях своих. Оно вообще уместно или нет? Особенно, когда сестра сама, допустим, говорит. Какая-нибудь говорит, я не это имела в виду. Понимаешь? Она не должна есть слова. Каждое слово ей в обвинении. Она не должна была не говорить ничего. И поэтому она только раскрылась. Уже есть слезы и все. Понимаешь ты или нет? Тебя Бог сотворил с женщиной. И ты больше ничего не должна помнить. Все время Господь тебя избрал. Дал тебе задачу какую. И все остальное. Держи. Какой бы он ни был. Василий Великий не говорит, что жена изменила и продолжает дальше жить. Дальше ты имеешь право поступить. А ей, говорит, если даже он изменил. И тогда не советуем отступать от него. Сохрани его. Ему говорят, так несправедливо это. Он говорит, знаю несправедливо. Если муж отлучается там на пять лет, то она на восемь. И что? Один и тот же грех. Знаю, что несправедливо, но по-другому нельзя. Вот рассуждение одного из величайших отцов церкви. Вопросы еще есть? Знаете, которые собираются жениться, а сами такие еще, то обдумай сто раз. Я сегодня с одним братом, с которым беда случилась, он как взялся больной. Ну и я говорю, а ты знаешь, какие отзывы дают в интернете-то? Вот там ты поступил неправильно. А вот здесь вот это вот там за каждую женщину там, какая появляется не женатая, ты готов был жениться. Ну и дальше-то. Тут видел в интернете мужик один, он такую рожу строил, прям сатанинскую. Орган половой там показывает. И в прошлом году, и говорят, у него началось с этого момента, когда он встретился. То есть он ему подсадил демона. Я бы сказал все, что было тем сказано. Так интересно, очень много людей выходит и начинают объяснять, при том обычно объясняют сами, которые как будто не без беса-то. Я заметил. Ничего здесь нету. Что говорили они? Вот другая прямо со слезами. Да вы знаете, да родной мой отец, да я через вас к Богу пришла. Да откуда? Я и чувствую. Она считала, когда молитву и прямо рыдала. А тут один, ну знаешь, все время он все против, то да, то да. Что она так? Что она, в самом деле это постановка какая? И спросил ее, ты на самом деле так сокрушилась? Она говорит, да. Он даже опешил, что можно не железом брякать. Все хорошие, это главное-то, что мы не знаем их. Но я знаю обидчивость. Маленькое замечание сделал, когда у меня были-то. Она вспыхнула и больше месяца со мной не разговаривала. А я только сказал, что ты экономнее будь. Почему ты вот даже с картошку такую кожуру толстую снимаешь там с морковки. Вот как надо делать, показал. А ее задело, что что, я не знаю как. Не знаешь, почему если дать тебе долго работать под подготовки продуктов к употреблению, то у тебя там пятая часть, наверное, войдет в отходы. Ладно ли это? Ты одного человека потеряла. Я не буду молчать. Может, поэтому у меня и друзей много. Ну, Игнат Иванович, как вот в таком случае не допустить? Вот в группе возникают такие ситуации. Надо ли притекать жестко это со стороны администрации мужчин? Ну, только разъяснить как? Разъяснить не обвиняя ничего, а только показать на два варианта, как ты понимаешь. Виновна та сторона невиновна. Но в любом случае ты должен благодарить за намерение, как златоуст, поцелуй его. Он хотел выправить тебя. И все. У нас есть на что обратиться. Никакой грубости, ничего не нужно. Оно жестко пресечь это. Этого не должно быть. А то, что распространили там газете, сейчас я закончу, Николай. И тогда сказать. Это показывает о том, что нам Бог позволил это. Мы не боимся ни молвы, ничего. И другие на этом учатся. Ну, могли бы не написать, что Давид там согрешил. Никто бы не знал, какой Абрам, кто какой Иаков. За Чечевицу. Толкнули, пошел в другой шалаш. Для того интересно так. А ты благодари Бога, что знаешь. Никого не осуди. Осудить, то есть, вот там приговор. Да, неправильно. И он сам про себя говорит, я неправильно поступил. А эти-то ни на чем. Много говорят по пустякам. А грамотные выставляют такие материалы. Если скрыть это надписи, ты никогда не подумаешь. Это редко какой священник такие наставления дает. А они там и святых, и житья святых. Но они больше на моих ресурсах пасутся оттуда. Номер такой-то, вопрос такой-то. Но главное, знают. Я даже удивляюсь, как вы это находите. Я сам не найду так быстро. Ты меня прошлый день шевельнул маленько. Так, я уж не знал, как перед тобой выслужиться. Ну, закончил. Игнатий, там же на сайте поиск работает очень хорошо. Мгновенный любой вопрос отвечает. Поиск. Хорошо. Ну, вот так, братья. У меня со всеми хорошо. Одинаково. И каждый боится, как бы я не встал против ее. Все одинаково. То есть, дорожат тем, что у нас есть. Я каждому сказал. И каждый говорит, родил меня, открыл мне и прочее. Что? Я могу только благодарить Бога. Я и знать про это не знаю. Ко мне столько в последнее время приходит совершенно незнакомых людей. С семьями. И, главное, один тут здоровый богатырь. Я узнал, как выглядит он. И он заботится о наших детях, сиротах. И сегодня утром мне пишет. Вы мой духовный отец. Я тогда приезжаю в Потеряевку. Богатырь. Тут поработаем. Вот так. С этими сестрами. Вот я хотел сказать, что как важно все-таки заранее человеку показать к нему любовь, проявить. Чтобы потом при возникающих таких вот ситуациях, спорных раз, даже конфликтах, можно сказать, ты мог быть таким примирителем. Потому что даже если слова будут обличительные для него, то он все равно понимает, что ты любовь-то к нему проявил. И у него в глубине сердца это есть. Он никуда это не может деть. Там садана что угодно будет делать, чтобы настроить против. Его жжет, положит даже слово твое. Его жжет. Но он знает, что ты-то его любишь. И вот это впечатление, если оно отпечаталось у человека, что ты его любишь, то ты уже тут, получается, Господь дает такую тебе возможность примирять вот таких людей. Какое бы состояние ни было. Это я прямо увидел на этой вот истории. И второе, что вот это ваше, вы как историк и писатель копируете весь чат наш. И я думаю, что вы многое там можете наблюдать. От испытка сердца говорят же уста. И вы, я думаю, что следите. Я просто даже не представляю, кто эту работу возьмет, когда вас здесь не будет на земле. Это огромный труд. Сколько у вас уходит на это времени. И сколько вы действительно смогли там отследить таких вот движений, которые потом вылились во что-то. Насколько это вам пригождается в таких вот ситуациях? Потому что я думаю, сам тоже начать что-то делать похожее. Да. Вот видите, я рассматриваю, как это в глазах людей будет. Как отразиться на здоровье, на внешнем виде. Все вопросы эти рассмотрены здесь. Это преграды каждым местом Писания, барьеры, ямы, которые вырыл Господь Писанием. И человек, который идет на конфликт, он все 148 там, кажется, мест Писания, преграды, перепрыгивает, ломает и рвется к погибели. Да, надо будет начитать это все. Сделать ролик хороший. Ну да. Я хочу, чтобы распределить именно так места эти. Там я 15 насчитал пунктов, а под ними уже места, 15. Это как раз десятина от нашей группы получается. 150 человек сейчас было, когда я писал. И вы, может быть, Игнатий Тихонович, сами распределите, чтобы человек, который начитывал, чтобы ему была максимальная польза от тех типов, которые там заложены. Ну, кому что начитать. Нет. Не буду я это делать. Я дал вам материал, который разжеван уже, поставлен на свое место. Разбитый по пунктам. Каждый пункт указывает, что теряет человек, который ведет себя вот так конфликтно, хамски. И поэтому вам это нужно сейчас этим заниматься. А так это я буду, вы до конца не дойдете. Только внешне. Дальше вы увидите, как на каждом, вот по этому месте спотыкается человек, у которого такое сердце. Он не промолчал. Здесь как раз, когда молчание золото. Он должен был тихо молиться. Не был нигде, его не добили. Он везде... Я столько раз в жизни претерпел внутренно охота сказать. Но спорят двое. Я вижу, кто прав. Но если... А они оба одинаково относятся ко мне. Но если я заступлюсь за одного, я одного уже потерял. Этого делать даже нельзя. Не знаю, кому как, а мне этого нельзя делать. Я просто зову. А он видит, если я, что это уже... Мне понятна эта тема и куда. И не говорю только ради него. Чтобы не потерять. Вижу его слабость. Да. Вот так, чтобы сказать, вот ты не прав. Вот эти трое. Я не могу сказать. Я никому этого не сказал и не скажу. Не скажу. Но они это понимают. Думаю я так, что они понимают. Я мог бы сказать. Но я вижу слабость их. И это их совсем добьет. Я пока оставляю так. Продолжаю молиться. Ну а дальше Господь покажет. Да, Игнат Тихонович, вот те, кто смотрит ваши ролики, ну по крайней мере недавно, они вот не знают об этом вашем свойстве. Они думают, что многие, что вы что не видите, сразу говорите. А ведь я вас как близко узнал, я понял, что у вас это всегда долго тянется. Вы вначале долго молитесь и только, только когда уже на молитве придет ясно и прям все будет созрето для этого. Благодарим за то, что за этот опыт, который нам передается. Да. Ну не, чтобы выступить вот так вот сразу, конкретно в данном случае, даже мысли нету, даже полслова не могу сказать. Сама она вышла, сама изъясняется в неизменности своей любви, чтобы я не поверил, что я о нем сказал, то другое это хорошо. То есть она доказывает это полное алиби, что она невиновна и я этого никак не могла сказать, даже гипотетически. То есть вы для меня тот, кто и являетесь. У меня отсюда начался жизненный путь к небу. Я бы про вас сказала такое грубое слово, да никогда не верьте этому. У нее сейчас забота только об одном, чтобы я не поверил тому, что будто бы она против меня отрицательно высказалась. А я и на это не ответил ничего. Просто выставил материал небольшой из священного писания, не добавляя ни одного слова. Вот у меня в большинстве случаев, когда говорит человек, я начинаю разговаривать одним языком. Слушай внимательно, тихо. Я тебе даю ниточку, тяни за нее. И ты выйдешь туда, где тебе надо быть, а ты не знаешь. Ты заблудился. А говорить я этого не говорю. Я ему писание. Проходит какой-то рюк, он говорит, понял. Вначале не соглашался, а еще раз прочитал и увидел, что это как раз то, что надо. Видишь, я люблю Слово Божие, как Андрей Кувара сказал. Необыкновенный пиетет к Слову Божию. Необыкновенный для православных. Вот ночью вчера вечером Виктор Савченко выставил. Там мне вопрос задали. Он ответ только взял. На каждый вопрос там. Что, если бы зашел в храм к нам, уж не говорю, говорит Христос, но апостол Павел. И дальше я со стороны апостола Павла все рассуждения выношу. Ничего нету апостольского-то. Эти колокола, эти ходила, чтобы гремела там. Да. Говори, Николай. Раньше я никогда, Тихонович, не понимал. Вот вы присылаете что-то там в чат. Стихо, особенно стихотворение. Я думаю, что прислал, непонятное дело. А потом, знаешь, когда вчитывается, думаешь, так это про меня сказано. И каждый, наверное, что-то для себя там находит. И вроде как, я думаю, еще ничего себе, Игнать Тихонович, про меня в общий чат послал всем. Что сейчас будет-то. Раньше так я думал, когда уже начал различать там. А сейчас, наоборот, благодарность каждый раз. Если читаешь, сразу понятно. Вот. Куда пошло-то. Вещернее богослужение кончилось. И один ко мне. Вы опять про меня говорили. А где, Миша? Ну, вот вы сейчас сказали, там машины только меняете. Да я знаю, что вы ничего в машинах-то не знаете. Я говорю, а как ты узнал, что я ничего не знаю? Да у вас машины нет. Я на квартире был, жил там, где муж на дому ремонтирует машины, как мастер высокого класса. А я не знал. А священник один стоит рядом и говорит, Миша, а я думал, он про меня говорит. Это все. Вот сейчас вот этот брат, дай Бог, он выйдет на нас. Георгий из Москвы. Я послал то, что сейчас. Он говорит, мы с женой, говорит, разговариваем, какую-то тему обсуждаем. Потом я канал «Васвете Библию» включаю. И Игнать Тихонович непосредственно по этой теме прямо говорит. Я говорю, вот и Вячеслав делился, говорит, что не успеешь задать вопрос, а Игнать Тихонович отвечает. Я говорю, это нечестно, Игнать Тихонович, вы что делаете? Я еще не спросил. И этот, говорит, вот у меня то же самое абсолютно. А мне это со всех сторон пишут. И у меня одна в письменном виде написала. Она блуждающая такая была. И у кришнаитов, и все, и скалы где. И в дороге. Может, слышали этот рассказ? Я прямо по написанному говорю. В автобусе народу задавили, там невозможно повернуть это. И двое женщины разговаривают между собой-то. А она уши сразу к ним. Это то, что ей надо. Что где-то занятия идут. Они едут после занятий с университета. И одна женщина, когда сошла, она на другую. А вы сейчас про что говорили? Она говорит, про занятия. А где это идет? Она говорит, технический университет. И когда? Вторник, пятница. С четырех часов. С восемнадцати даже потом у нас было-то. Да еще любому можно, любому. Бесплатно? Да, конечно, бесплатно. Но она пришла, и там как-то не очень... В списках-то ее не было. А запускает-то по спискам. И она подходит к дверям и слышит, я говорю о втором пришествии Христа. Она дверь потихоньку открыла. И я голову повернул на нее. И вы, говорит, перестали говорить. А передо мной сидит, которая ряды в университете-то. Мужчина, кажется, встал прямо рядом, около стола, где я за кафедрой стою. А кафедра, это выше. Туда прямо поднимать надо ступеньками. И пошел он на заднее там... Место было свободно. А я, говорит, сел прямо против вас. Вы на меня посмотрели и стали отвечать совершенно не то, что было. У меня было семь вопросов. Вы, говорит, начали мои вопросы отвечать по порядку, в котором они у меня стояли. Как вы могли знать? Понятия не имею. Другие разводиться хотели. И увидели объявление на столбу. Давай зайдем. Зашли. И вы как раз тоже посмотрели, давай говорить о разводе и все. И они не разошлись. Это достаточно было. Как это так? Мы с женой идем разговариваем о воспитании детей. Ну, я прихожу, говорит, включаю, где не дослушал там какую-то тему. А я говорю и как раз говорю то, о чем они с женой начали говорить. Он говорит... И при том это не один раз. Это Юрий Соболев. Он преподаватель университета, академии и ведет курсы оглашенных в метрополии Красноярска. Поверьте, братья, я ничего не знаю. Ничего этого я даже не предполагаю и думать не могу. Ну, Бог, что надо, конечно, делать, если я смиряюсь. И вот это вот, о чем говорили, мне столько отовсюду известий, как вы знали. Никак. Это не я, это делает Господь. Не то, что я там скромнейший или что-то. Я просто не знаю. Я говорил, когда это? 20 лет назад. И оно ждало места. На это место никто еще не отвлекался. Вы первые откликнулись. Оно ждало. И вот это вот у меня... Ровно 20 лет назад был тут конфликт с человеком. Конкретно. А сейчас сегодня вот эти благодарности даже там и с Украины, и с других стран. Конечно, материал серьезный, большой. Просто рождает человека. Он трясет его со всех сторон. Да, Игнат Тихонович. Ну вот скажите, как относиться к священникам все-таки в московской патриархии, которые в этом... Относиться к ним как? Как к знающим чему-то? Или вот как все-таки, как сказал Игорь, как глубоко больным? Ну, то есть, уже зараженным всем. То есть, это ведь разница большая в отношении к человеку. Ты, если хочешь что-то донести, даже священнику... Одно дело, ты его воспринимаешь как священника, который там что-то знает, и ты ему что-то доносишь. Другое дело, ты понимаешь, что он ничего не поймет. Он будет все отвергать. И как он больной просто, ну, все евангельское отвергает. И это другой уже подход от этого рождается. Я не могу объяснить это. А как вы узнаете, что именно тот он, который... Или в графу какую, оно само получается. И вот когда говорят, вот там, вы знаете, этот... Масленников, Сергей... Там он на Игнате Бринщининове все строит. Стучит, стучит кто-то. Но... Что-то я, похоже, просто так послал человека. Ну, еще, может быть, и сейчас я гляну наружу и свет дам. Мне показалось, сколько стучали. Ну, как будто не видать никого. Собака лежит на крыльце. Вон, выходит, кто-то идет. Подожди, не зря. Так, Надежда вышла со своей двери и идет. И там кто-то на тележке катит, еще он возит. Так, она подходит к дверям. У меня проходит мимо в окно на... А-а-а! У меня дверь наружная закрыта. Ребята, постойте, сейчас она пошла колотить. Граница на замке. Враг не пройдет. Да. Вячеслав, а что там про Масленникова Игнатия Тихона говорил? Ты в курсе, что там? Ну, что, что. У него все учение построено на борьбе со страстями. Больше ничего нету. Уровень до Ветхозаветной, в чистом виде, до уровня Иоанна Крестителя. Все, больше ничего нету. То есть, Игнатий Брянчанинов это верх святости, который достигается. И много-много людей на этом сейчас стоит в православии. И они не могут выскочить из этого. О рождении свыше им вообще даже близко ничего не известно. Они не знают об этом ничего. Их держат на этом уровне. Как в стенке и все. Вот как в стенку человек врезается. И как совершенно... Ну, я из опыта говорю, как будто бесноватые становятся. Все евангельские отвергают напрочь. Вот просто напрочь. А благовестие отвергают напрочь. Для них это все недоступное становится. То есть, вот эти стихи Писания берут, которые написано... Ну, там... Избавь меня, Господи, спаси... Псалом 50-й. Доходят только до стиха, где написано... Научу беззаконным путям твоим нечестивым к тебе обратятся. Это вообще ни во что не ставят. Не берут. И вот этот Масленников и прочее. Хорошее оно. Все хорошее, когда человек приходит от грехов. Вот он приходит от грехов. Он пришел. Ему там вот... Но... Вот это все начинается, когда у человека, когда он родится свыше. Когда он становится верующим. Мгновенно. То есть, он переходит стадию верующего. И тогда ему вот эти все вещи доступны становятся. А пока он не перешел в стадии верующего даже. На самом деле-то. Не было у него обращения духовного, настоящего. Он просто все эти практики применяет как буддист какой-то. Который просто хочет себя подправить. Тут себя подправил. Тут страсть свою. Тут надо побороться с этой страстью. С этой. Но на этом уровень находятся все мусульмане. Чистые. Все буддисты. Все на этом уровне находятся. Это уровень без святого духа. Борьба, когда ты борешься без святого духа. Он тебе не дает это. Вот я что думаю. Игнат Тихонович, вы да скажите, что там про Масленникова? Ну вот он начинает учить там это все. Записывать надо за собой. Может быть и правильно это. Вот одну какую-то сторону за день свою. Начинай бороться с этим. Начинай с этим. Да, это что-то дает. Вот. Но пока учишь пятый пункт, ты первый забыл уже. У тебя жизни не хватит. А как надо? Опять повторяю. Что рождение Бог дает сразу. Вот сразу. Вот он сидел три дня. Не пил, не ел. И вышел через три дня. Какие недостатки было? Кровожадность, ненависть. Все сменилось другим. Вот я работаю на корабле. Когда Господь меня коснулся. У меня не было, чтобы я полдня или час думал. Никак. Это то самое, что я жаждал видеть. Это то. И моя душа сразу разворот начала делать. И что-то случается. Вспыхнул огонь какой-то в костях. Я уже через полчаса другой. Я не боролся ни с какими недостатками своими. Их не было. То есть Бог выжиг и память исторгнул. И все. И поэтому вот у Масленникова, если бы он был здесь-то. Ну, я не знаю. Так, я рядом-то не был. Но смотрю, как вот он дает. Они дневники там ведут. Тут где эта работа мертвая. Это твоя работа, не Духа Святого. Так можно механически научить человека. Не будет курить там, не будет изменять. Но внутренне остается другой настрой. Доверие Богу. И молитва. И Бог перерождает. Другой, я не знаю, когда, что, как обратить. У него все по-другому как-то скатывается. Какое замещание сделаешь, он сразу в обиду идет. На примирение он не понимает идти. То есть он все время теряет связь с будущим. Перед Богом. Как это будет дальше-то? Ты был у нас в Потеряевке, видел их людей. Там ничего нету. И никак нельзя, что ничего нельзя. Я не должен иметь. Должен молиться. От меня больше ничего не зависит. Вот как. А то у Надежды Васильевны позвонил. Сергей, племянник ее едет. Он мне нужен на Большой Татре. А его на такой, на легковой. Очень хороший человек. Нам много дает обработки. Там Николай кто-то... Давайте поближе. Кто там? Это... Николай, представь. Христос воскрес. Воистину воскрес. А я что-то не знаю. Убьет. А вон Игнать Тихонович наверху. Да, ну... Они меня специально подальше сделают. Это что у нас? Прямой мост? Да. Да. Точно что ли? Да. Да, да. Так, Коля... Коля теперь не только уже, ребят, он вообще уже ходит по улицам и все снимает подряд. Все, что только возможно. Ну и что ты... Вот. Просто показываю. Радость-то такая. Радость-то такая. Он бы там просто обомлел. Даже два слова потерял. Да. Николай, спаси Христос тебя. Радость большая видеть. Вживую так. И вот так вот вдруг раз. И вот перед лицом. Вот это как. Игнатий Тихольевич, дорогой. Христос посреди нас. Было будет. Постоянно вспоминаю, как мы стихи читали друг другу на балеринке. Вот было здорово. Как валежник рубили в лесу на все. В городки играли, да и вообще все. Хорошее время было. Да ну и сейчас не плохое. Да правда же. Время прошлое всегда. Вы только что рассуждали сейчас, как вот люди борются с недостатками своими. Вам меня слышно? Да, вот сейчас Полин здесь свой противогаз поставил такой. Что-то слышно. Военный. Военный. Слышно, Игнатий Тихон, слышно? Да. Вот. Видите, радость какая. Да, вы что-то рассказывать начали. А вы Масленников Сергея Михайловича знаете? Про кого? Масленников. Масленников. Это кто Масленник? Такая распространенная фамилия. Кто? Ну он не священник, но ведет там какие-то курсы, издавали там насчитанные на диски и потом его везде стали запрещать. А, нет. Чтобы люди ввели дневники. Он, главное, в основу берет Игнатия Брещанинова. Ага. Как бороться с недостатками своими. И что такое он говорит? Что такое? Ну, говорит, но это механический путь избавления от недостатков. А я рассказывал, как у меня было. У меня этого не было. Я жаждал, искал. И Господь в руки дали Евангелие. Уже через полчаса моя жизнь на сто процентов изменилась. Вся. У меня не было времени бороться с недостатками. И Господь их выжил просто сразу все. Дыханием своим. Механический путь. Ну, этот Масленник, вот он за то, чтобы чисто механически подходить. То есть, Рух Святому не дает действия. Ну, то есть, обращение сразу же у людей бывает. А этот? Маш Никого не писал. Не слышал. Вы что, все смотрите, что-то? Да, мы тут общаемся. Ну, ладно, Игнать Тихонович, у нас тут беседа начинается. Отходим. Отходим. С Богом. Рад видеть вас. Господь, Ольга. Святос на свет. Святос на воскресе. Святос на воскресе. Игнать Тихонович. Да. Я вас фанат. Из Москвы. Да не говори этого слова фанат. Фанат это смертник. Ну, не важно. Просто я на... Я же уважаю. В молодежном языке. Вообще уважаю. Как бывает я подпомогу. Андрей. Вот. Спасибо. Спасибо за ваш труд. Спасибо, Христос. Заходите. Николай, наши ресурсы дай. И по скайпу отдельно. Какие вопросы будут? Хорошо. Вопросы будут. Представляете. И у вас будет облегчение большое. Ну, всё. Ну, спасибо, Христос. Ну, тогда облегчение. Ну, тогда облегчение. Ну, тогда облегчение. Не видел я его. Он спрятался, видимо. Так. А батюшка-то как звать? Это же этот... Как у Андрей? Юревич. Юревич, да. Он очень понравился мне, когда был здесь. Он нырял хорошо. Помогал нам, где крещение идёт, лягушатник делать. Я не спросил, как Арсений у него там. Можно будет написать. Девчонка его нарушила устав у меня. Но устав такой, что я её не мог наказать никак. Она нарушила его по любви к человеку. Я её оставил. Так она, говорит, весь год там томилась ехать, когда в лагерь. Пусть меня лучше наказали, чем так. Можно сделать связь, пообщаться с ним. У них там занятия сейчас идёт, просто начинаются. После занятий можно. Пожалуйста. Увидал меня, я в уголке вверху. А я потом спрятался. Ну, вот такой, не забыть, главный вопрос-то решается. Довериться Богу. Возложите на него всё упование ваше. И он совершит. Ну, вот как, Игнатий Тихонович, когда что-то не получается, как вы к этому относитесь? Вот вы всё делаете, всё, но не получилось. Или, ну, не сходится просто. Просто когда стал, вот я когда стал активно очень делать дела, ну, ты как бы все силы употребляешь для какого-то дела. Ну, и где-то всё равно не сходятся. И я до этого-то, мне было до этого, ну, без разницы. А когда ты все силы затрачиваешь, тогда тебе уже это задевает, что-то не сходится. И ты понимаешь, что тут надо по-другому относиться к этим вопросам. Как относиться? Иногда переждать надо. Поблагодарить Бога заранее, что так случилось. Вот ты стоял в стерке, молился, всё. А у тебя вырезали из кармана деньги. Что ты должен делать? Если ты будешь негодовать, это как раз то, что дьявол и добивался. Ему не деньги нужны. Ему нужно твоё смятение души. Конечно, ты растяпа, что не сделал так, как надо, чтобы не своровали. Но уже всё, потерял. И тогда вас благодари Бога, Господи, а могло быть хуже. Тело у меня целое. Благодарю тебя. И дьявол за скрижащий зубами отойдёт. Надо понимать вот эту внутреннюю сторону, что есть духи, живые сущности, которые добиваются того, чтобы у нас прервалась вся искренняя святая связь доверия с Богом. Вот как. Так научают нас святые отцы. Да. Я думаю, если бы вот то я делал, и сейчас вдруг препятствия такие получились, то как бы поступил я. У меня в самом разгаре были вот, когда уже начитанные плёнки, уже привезли. Всё, и вдруг арест. Но уже прошло сколько-то времени, и Господь начал мне приоткрывать. Это всё принято. Теперь начинается новое поприще. Я вхожу совершенно в незнакомую область. Тех людей, которым я хотел бы проникнуть, но никак нельзя. И тогда Господь предварил, как Закея. Ещё не заговорил, а он уже с ним говорит, слазь. Не надо бы на сегодня быть у тебя. Как раз сегодня считали. И вот я на это обращаю внимание. Да, так. Да, это он меня учит. Да, он меня остановил. Благодарю тебя, Господи. Благодарю. Но я не знал, что за это мне дадут такое прекрасное место в Барнауле. Одно из самых красивых мест. И при том, представь себе, в городе 13 соток и два здания. И прогулки можно. И собаки едут. И 14 машин могу сразу принять. Представь себя. И гостиница есть. Ну, всё есть. А это всё только благодаря тому, что меня судили. И суд был. И они у меня изъяли и взамен дали. 11 лет шёл суд. А за это время с кем только я не познакомился. Кому не написал. Вот как. Игнат Тихонович, вот вы рассказывали, когда вы Златоуста начитывали, то все цитаты Священного Писания были на церковнославянском. Да. И вам нужно было в уме, в момент, когда вы говорите, их же произносить на синодальном переводе. Да. Я так, я уже в какой раз думал, но я думаю, это же невозможно. Это только чудом можно так делать. И при том, у меня же крутятся сразу несколько магитофонов. Если я ошибся, надо все останавливать, найти, где кончилось. Это невозможно. Вот где невозможно. А здесь чтение по диагонали. Я вперёд ещё читаю по-русски, а уже я высветил этот стих, который надо переводить. И я не останавливаюсь, никто не заметит. Все думают, что я написал там карандашом или как, перевод где-то. И этого у меня не было. Я просто смотрю, и эти буквы у меня превращаются в синодальный перевод. Ну там ведь вообще может быть по-другому написано даже. Я потому что слушаю, я церковнославянский слушаю в храме. Перевод я знаю наизусть. Перевод, ну наизусть. Но всё равно меня путается, когда я слышу церковнославянский, я так не могу. Ну я не знаю про теперечное состояние как, но тогда для меня я никогда не удивлялся этому. Вот я когда пишу стихотворение, вот вчера с этим-то встретился, он помогает. Коващёв, там ещё один кто. Угу. Вот. Юрий. Да. Уга. Угу. И вот, он говорит… И он говорит… И он, коли начало это читал, говорит… Да, действительно, не понимал. А потом стал считать – там такая глубина, там столько сказано… И всё это по писанию, вот сказать… Когда я писал-то, я же не думал об этом. Как я мог думать? Ну, представь себе, вот пащика продаётся памаге А4, напечатını на машинке, 500 листов. 7 пащек друг на друга положи и еще сверху несколько. И все до одной заполнены карандашом, потому что ручки это дорого. Отверху до низу и ни одной помарки. Это любой, кто слышит, это невозможно. Это только обманываете вы людей. На самом деле, вы черновики. Так это я говорю черновик. Как? С чистого листа стихотворения не пишется. Все равно что-то нету ни одного. 3467 по 9 куплетов все. И именно в 9 куплетов не то, что растяжка какая-то, а чтобы именно в 9 вложить все, что надо, может быть, 90 куплетов. А там бывает всего 5 только куплетов вошел бы. Однако у меня она расползается ровно 9 и все закончено. Итог, эпилог. Все до одного. Как это так? Ни на один вопрос я ответить не могу. Я показываю, когда у меня тут, ну, кто-то есть люди, я показываю. Вот мы молимся, когда и как будто у меня строка вот так проплывает. Я не вижу, но я ее считаю. Я, у меня тут бумага лежит, ручка, карандаш. Все. Я сразу записываю строчку. Строчку, говоря, молитвы. Иногда, за время молитвы, две строчки запишу. Дальше кончили молитвы, я уже не разговариваю, мне нельзя никуда. Я сразу первую, которая строчка записана, беру ручку и дальше записываю. 35 строчек. Охват мировой истории в каждом стихе. Я сегодня, когда считают они, и я слушаю, я ни одно стихотворение своим признать не могу. Настолько это выше моего уровня образования. Игнать Тихонович, конечно, стихи, это вообще еще... Хорошо бы их было распределить по темам. Такое возможно вообще сделать? Нельзя. Можно захватить только первое. Дальше я захватываю буквально все. С частыми повторами, чтобы продолбить, но с разной позицией. цитирую места писания. Все это в стихотворной форме. Такие места, которые вообще не рифмуются. Мне об этом поэты говорили. Я их пинками туда загоняю. Вот просто мы сейчас думаем, как на сайте, на новом, разместить будет их, чтобы люди могли с сайта читать удобно. Вот вам-то определяйте, что там больше. Потому что я тоже я читаю. Вот я смотрю, о благовестии. Но начинаешь дальше читать, там и другое о монахах, там и о России. И куда отнести, к какому, непонятно. Ну, хорошо. Вы считаете главы притчи Соломона, Сирахова. К чему отнесешь эту главу? В общем-то, да. Иногда об осне говорит сон. Иногда то. Но здесь-то он подмешивает отношения мужа с женой, с правителями. Ну, да. Я поэтому думаю, как на сайте, чтобы удобно было, чтобы человек, для него читабельно это было. Как это сделать? Раз это видите, вы и делаете. Меня нельзя туда делать, потому что, ну, я могу предвзято решить, в какую сторону потянуть его. Нет, я имею в виду, я в том-то весь вопрос, что я начал так распределять, начал. Но потом у меня руки опустились, потому что у меня двойное, я не понимаю, не знаю, куда отнести. Я понял, что не надо так делать. Другим способом надо, какой-то другой способ избрать. Ну, главный способ. Может, по годам, по годам их распределить. По годам. А они по годам у меня есть. Ну, я бы на сайте именно, чтобы на сайте было по годам. Чтобы было вот так. Жмешь 90-й год, нажимаешь и пошли стихи. Потом 91-й, нажимаешь и пошли стихи. Вот так. Ну, у меня есть. Я только надо посмотреть, где по годам. Вот эта вот правка моего компьютера, она не погубила. У меня все по годам разложено. А потом я попросил, помогли мне компьютерщики, сделать одним файлом. И поэтому, если я помню, хоть одно слово, я его уже найду. Одним файлом, да. По местам писания тоже сложно, потому что бывает много мест писания в одном. Ответ, сейчас раз Библию открыть надо. Да. Вот-вот в этом вопрос. Мы сейчас вместе с Николаем, с Иродкиным, думаем об этом. Как разместить правильно эти стихи? Бывает одно стихотворение, можно разместить в ни одной позиции. Да, но это труднее уже будет. Думаем, как вот, чтобы на одной странице там сколько было стихов? Два, три или десять? И ты даже жмешь, перелистываешь, другая. Или по одному стиху, или по десять, или вообще 50 всех стихов на одной странице. Вот это все мы сейчас думаем, как это разместить, чтобы сделать правильно, удобно, чтобы людям было. Только стихотворение надо, которое уже начитали, а там около двухсот. Стихотворение-то все разместим, а которое начитали, от стихотворения ссылка будет на начитанное. То есть вот стихотворение, и снизу ссылка нажимаешь, и начитка идет. Начитка Викторова, где он играет, поет. Да. Вот затеяли. Не проворнуть. Нет, там вообще, мы как начали там, там работы, по десять часов в день бывает работаешь, по десять, чтобы там что-то сделать. Я вот в проповеди, когда насчитывал Георгий Кадушкин, вот просто я говорю, а может быть даже не поверить, я как будто первый раз их слышал. Да, я верю. Ну, у вас столько было сказано, тысячи, тысячи проповедей. Наверное, я думаю, тысячи, шесть или восемь у вас, наверное, проповедей сказано за жизнь, если не десять. Ну, правда, это у меня может быть десяти, но только осталось целое. И в поездах, и везде, и в метро, и везде просто, около храмов, прям настоящие проповеди были. Но, ничего нигде не осталось, записи не было. Сохранилось тысячу триста, кажется, или тысяча сто тридцать. А есть у вас такое, что вы какую-то, вот говорили какую-то проповедь, и какую-то мысль, такую сказали, хорошую, но сейчас уже не помните, забыли, нигде не записали, и жалко, что потеряли ее мысль эту. У меня были такие, когда я сидел в отдельной камере один, и мало того, на музыку ложилось, вообрази, что я на музыку, и я ее напеваю там, ни карандаша, ничего нет, и запомнить некогда, и просто идет и идет. И я пою, и рифмован, и мотив, и все дает. Ничего этого не сохранилось. Я благодарен Господу, что так все было, провел. Даже у птичек я просил прощения, я их ловил когда-то. Они как, ну, подлетают, а я прошу прощения. А как сделать, чтобы вот у меня в огороде птичек привлечь себе? Что сделать, чтобы они прилетели? Кормить? Кормить больше никак. Вот у меня жуланов на еще не было. Невозможно, сколько воробьев. Я 60 воробьев каждый день кормил. Воробьи интересная птица. Отдельно, допустим, сойка прилетает, и другая, свиристель, приезжает там, большая синица, жуланами называем. Я их всех кормил своим. Я знаю, что они едят. А нынче ничего не было, никого, ни сорок, ни ворон, а ни воробьи. И голуби. Голуби. Да. А вот они в комнате, каждое утро я выпускаю их, они маленькие, как они, я их изучаю, вижу. А он больной, опять заболел, этот отец стоит. А я его каждый день святой водой мою, голову и мою грудь. И помаленьку все снимаю. Скажут, возиться еще не надо. Корму надо много. Они много едят. А я этого не понимаю. У меня все есть. Такие спонсоры меня тянут. Я благодарен им перед Богом, умолюсь о них. Вот сегодня там ОЗО только сказала, там не хватает у нее еще-то продуктов, масла. Сразу же по полной шкале уже увезли. Тут с Украины беженцы были. Ко мне обратились, я пошел как мешками сразу закидывать их по мешку. А мешок 50 килограмм. Это и мука, и манка, и все есть, и горох лущеный. ОЗО, мы с ОЗО, сейчас архив она же будет делать. Все, вот эти все, что были видеозаписаны, она будет по папкам распределять, и чтобы у нас архив был второй, уже распределенный по папкам. То есть, вот это и это, это чисто лагерь, это чисто, ну вот так вот все будет. Она все будет делать. Большая, это, думаю, работа год на год, где-то на два. А это как-то допрашивали, когда эти патриаршие старобрядства поморского согласия, наверное, они там написали ответы, все, а они стоят перед ними, ну, эти академисты-то, да мы неграмотные, мы невежды, а эти, невежды, понаписали грамотным не разобрать. Объем, архивы объем-то растет с каждым годом. Каждый год это очень много растет. И эти носители, а носители становятся, они же тоже выходят из строя. Вот этот жесткий диск, ну, сколько он простоит, и что с ним ничего не случится? Ну, 20-30 лет. не больше. Как быть? А перекопировать новые, и дальше копить, 20-30 лет проходит, новые перекопируешь, новые перекопируешь, только так. 23, сколько он прослужит-то? Электронная информация, самая ценная сейчас, электронная. Но ее может не стать, электричество выключит, и вся электронная информация нету, все. Хорошо, а у нас книги. А вот книги останутся. А книги останутся. Я вот иногда касаюсь где-то книг. Это в электронной версии смотрю. Но вот, если ты мне веришь, то поверь, я как будто бы никогда это не видел. Не мне это оценивать, но тут видно не человеческий труд, это не человеческие знания. Я-то все делал в радости, в изнеможении, в непрерывной работе. Работа тяжелая, конечно. Я пищи делал сколько, и между тем, я как просил, Господь дал, чтобы ни грамма я не думал о работе. А в это время я запоминаю, считаю, составляю. Мне Бог дал аналитический, как создать ум, такой вот. Тема такая-то, я ее вижу где-то. Я составляю не об их, как мыслями прыгать, они у меня составляются с предложениями, с запятыми. То есть если бы то, что я думаю записывать, вот сто томов не заложить. С Гавриилом мы там, Гавриил там болеет сейчас, с ним общаемся. У него машина постоянно ломается, и он говорит, хотел, ну, его и жена, и говорит, даже Надежда Васильевна, то, чтобы машину он взял новую. А новую машину можно взять только в кредит. Я ему говорю, не бери, не нужно тебе никакую машину. Не нужно. Не нужно. Ну, говорите, что бы нет. Мать у них, у них был дом, когда их сносили там, его отца, а он у меня был главный помощник. Леонид Ильич Алексей, Алеша звали. И мать его, она живая сейчас, обменяли ему там на пятистенный дом, деревянный, в центре города. Ну, прямо все. И она ни с кем не посоветовалась. И она его, когда что дала, теперь по квартирам, они платят, где попало, и все. То есть, она никогда не советовалась. Ни с кем. Такие вещи делают люди, что не поправить ничего нельзя. Никогда ничего не бери в кредит. Я составлял устав для деревни, и там это написано. Но я по-другому не знаю, как вот Игорь взял, представь себе, за кредит только один миллион двести тысяч отдать надо. За кредит. Наценка такая. Разбой. Никак. Комбайна нету, ничего не сделаешь, не уберешь. А он говорит, я год-два и все это рассчитаюсь. Тут я молчу. Ну, как, урожай. А он только урожает. А без техники ты ничего не сделаешь. Ну, вот он говорит, что все его, все вокруг у него, близкие, родственники, все на него давят, чтобы машину он приобрел. Все говорят ему. Он брал уже в кредит где-то, а потом прятался восемь лет. Ему и голову отрезать хотели, и все. Рассчитать это не может. Из-под тебя матрасы, что-то из-под тебя вытащат. Ни под каким видом кредит не иди. Лучше умри. Вот я об этом и говорю. А там, видать, жена и дети, ой, они дают, что детей возить надо, Надежду Васильевну возить надо. Все, все, все ее, все на нее дать. Она должна быть дома. Я запрещаю ей выходить из дома. Все, отпал один вопрос, второй. С детьми надо заниматься. А то поставили отраву какую-то, ребенок-то отравился. Какой-то эссенции или еще выпила. А же было. Ну, вот так натехать, я просто вчера с ним общался и вот эту информацию узнал. Я вам передаю выжать от него крестный, чтобы вы его поддержали, если что. А я подержу. Я подержу пинком. Ну, под пинком хоть как. В другом направлении. Забудь про это. Денег нет, значит, все, вопрос отпал. Экономно живи. Я бы мог ни одну машину самую дорогую купить. Но потому у меня и деньги, что деньги были, что Господь знает, я их не потрачу. и Бог мне доверяет это. Люди даже никак не могут поверить. Вот вы поехали за книги, которые мы подарили, 35 миллионов стоит. Где же вы деньги такие берете? У Бога, он богатый. А кто? Бог, я сказал Бог, а через кого мне не интересует это? Я не для себя делаю. И у меня благодарности нету даже, чтобы я каждый день этих людей вспоминал. Почему? Я благодарю того, кто дал. А через кого? Я один раз помолился и все. Игнать Тихонович, а там никого нету, вот допустим, не знаю, Алексей Загуляев или Виктор Петеримов, кому программисты нужны? Он же говорил, хороший программист. А он работает в ДНС. Это самая паршивая фирма. Там с людьми вообще никак обращаются. С утра до ночи и с тобой, ну ничего, очень плохая фирма. Неужели негде ему там пойти? У него такое образование, образование такое хорошее. Я не могу ответить на эти вопросы. Я знаю только, что он в субботу, бывает, в воскресенье работает и все время, и до темна. Зачем же такая работа нужна? Он сам властен. А что долги платить надо? Он залезет в долги. Долги платить надо больше, вовремя. И поэтому он раб. Я ни одного дня не был рабом. Ни одному человеку не был должен. Меня подставляли, один тут у нас, жена у него верующая была, а он такой, шалопай. И где-то что-то взял и сослался на меня. Под моим фамилием, именем взял. Ну, а эти названия, это вы когда будете рассчитывать? Я говорю, за что такое? Я вас не знаю. А как вы узнали меня? Они говорят, ну и высчитали, кто это говорил. Так это он, Саша, Малютин. Нет, я говорю, я к нему отношения никакого, ни члену общины, никто. Он больной человек, а вы даете ему. Ну и все, отстали от меня, потому что ничего нету. Ни одному не должен. Нынче я задолжал, утром задолжал я, в 9, наверное, уже с часами, к 3 дня я рассчитался. Нужно было для человека купить что-то, и не для меня. Для человека, вкорченный, 15 километров от нас, чтобы был заезжий дом. Дом продает. И все забился. И который продавал, он мне близкий человек, он сказал, цена такая. Я когда деньги-то отдал, я говорю, так дом дороже стоит. И еще сверху, ему еще 20 тысяч дал. Никогда так не торгуется никто, чтобы сколько просит, так дал больше. А я его убедил взять, потому что дом твой дороже. Ты уезжаешь, и поэтому отдал. А там, ну, ключи, документы, все это оформляйте, чтобы мое имя, фамилия нигде не фигурировало. Вот теперь вам есть куда заезжать. Да. Ну, все тогда, Игнатих Иванович. Все. Спаси Христос. С Богом. С Богом. Отошел. Восхища Христос. С Богом. С Богом. С Богом.